Ты же знаешь, что всегда можешь рассчитывать на меня. Причем безо всякого стеснения. Спасибо. Самое главное, чтобы это тебе помогло. Дай бог, Лала. Я поговорю с этим человеком. Может, он поможет нам? Он еще не подал заявление. Возможно, не собирается это делать? Советую не обольщаться ими. Почему? Я узнавал, он был в отъезде и только сегодня утром вернулся в Лиму. Ах, Лала. Надеюсь, Господь мне поможет. Господи, Господи. Я найду этого человека и буду просить за Гучо, чтобы его не посадили в тюрьму. Если он туда попадет, ему конец. Как дела, Гучо? Лучше, уже лучше. Что слышно о цыпленке? Он в тюрьме. Его держат за решеткой. Я ходила к нему на свидание. Он считал тебя погибшим и ужасно обрадовался, когда я сказала, что ты жив. Ранен, но жив. Жив, живех и нет. А когда тебя выпишут? Пока не знаю. Я так хотела навестить тебя. Но ты же знаешь, эта ведьма Рита сторожит меня. А отец пообещал оторвать мне голову, если узнает, что я ходила к тебе. Но я сбежала. У ребенка Риты болел животик, и он ужасно кричал. Рите пришлось везти его к врачу. Если бы я знала, что она уйдет, то пришла бы пораньше. Но я занималась стиркой. Столько грязного белья накопилось. Ужас. А потом я спустилась и увидела, что ее нет. Соседка сказала, что случилось, и вот... Летисия? Ступай. Инесс на следующем этаже. Я сейчас подойду. Это твоя дочь? Да. Красивая. Я не знал, что ты здесь. Ты мало знаешь о моей жизни. Я беспокоился. И думал о тебе. В свободную минуту. Полагаю, тебе не на что жаловаться. Да. Ты выполнил все, что обещал. Но и ты на меня пожаловаться не можешь. Я тебя не беспокоила. Мы оба выполнили то, о чем договорились. Где ты живешь? На квартире. Вместе с подругой. Оставь свой телефон. У меня его нет. Нет. Или ты не хочешь поддерживать отношения со мной? По-моему, ты тоже в этом не нуждаешься. Мы прекрасно можем обходиться друг без друга. Согласен? Прошло уже много времени. И нет зачем что-то менять. У тебя все в порядке? Да. Ты здесь работаешь? Да. Мне пора в приемную. Ты очень красивая. Спасибо, папа. Все они безответственные, лицемерные охотники до развлечений. Мерзавцы. Придумают себе какой-нибудь каприз и потакают ему. Успокойся, тетя. Это правда. Мужчины даже не задумываются о жене, о семье, детях. Поэтому я рада, что Лаурита выходит замуж за Рубена. Хотя я мечтала о другой партии для нее. Он ее не стоит. Зато Рубен не похож на других мужчин. Он не бабник. И надеюсь, не изменится после свадьбы. Не хватало еще, чтобы при такой утонченной и красивой девушке, как моя дочь, он превратился в одного из этих мачо, у которых полно женщин на каждом углу. Что тебе надо? Простите, поскольку дома никого нет, я пришел узнать, нет ли здесь вас или сеньора. Сейчас нам не до тебя. Поэтому, сеньора, я хочу узнать, могу ли я быть свободен. А раз вы говорите, что... Я все поняла, можешь идти. Но завтра ты должен быть на месте с самого утра. Хорошо, сеньора. Кажется, они приехали. Постой, приехал мой муж. Спроси у него на всякий случай. А вот и мы. Инессита, дорогая. Алекс, сынок. Как ты, Инесс? Хорошо, сеньора Артенсия. Инесс! Инессита, ты вернулась? Ты вылечилась? Да, Габи, да. Да. Что ты тут делаешь? Пришел отпроситься на вечер. Зачем? Хочешь посадить меня на цепь? Видно, ты опять собрался к своей девице. Но вы же встречаетесь со своим женихом, сеньорита. Счет равный, не так ли? Как я рад снова видеть тебя, Инесс. Спасибо, сеньор Франциско. С возвращением. А я уже хотела спросить, где вы? Думала, вас нет дома. Да, я был в кабинете. Ну, как самочувствие? Все в порядке? Спасибо. Все в порядке, сеньор. Не уходи. Останься. Хочешь прийти? Не знаю, смогу ли. Нет, так не пойдет. Сделаю все возможное. Нет, не годится. Я не хочу, чтобы ты встречался с этой девицей. Если сегодня ты будешь со мной, то нет проблем, я твой. Не дразни меня. Я подумаю, как мне сбежать. Если не обманешь, я останусь. Я правда не знаю, но ты не уходи. Тогда... Шофер просил отпустить его на вечер. Я разрешила, но только если у тебя нет никаких планов. Нет, нет, нет. Гомес. Ты можешь быть свободен. Спасибо, сеньор. До свидания, сеньорита. Хочу повидаться с сеньорой Йоландой. Идем. Извините. Конечно. Нет, нет, он не уехал. Он не посмеет уехать. Он будет ждать меня. Йоланда немного успокоилась, но теперь с возвращением Энесс вернутся и слезы. Да, думаю, так и будет. Мамочка, смотри, кто пришел. Энесс. Сеньора Йоланда. Вы были правы. Я зря боялась. Операция была очень простой. С возвращением. Спасибо. Ты поела? Да, в больнице кормят рана. А вот мама вообще не ела сегодня, Энесс. Не может быть. Она весь день не выходила из комнаты. Завтракать отказалась. И вечером тоже не села за стол. И принести ничего не позволила. Выпила только сок. Так нельзя. Разве можно весь день ничего не есть? Наверное, у меня начался грипп, Энесс. Тем более надо есть. У меня нет аппетита. Ничего не хочется. Надо заставить себя. Правильно, Энесс. Заставь ее. Как заставляли меня. Ламу ложку в рот и все. Я сейчас же приготовлю вам крепкий бульон. Я тебе помогу. Спасибо. Спасибо. Мама, почему ты не приведешь себя в порядок? Нет настроения, сынок. Отец ушел? Нет. А я подумала, раз он принял душ и переоделся, то... Мы не обмолвились ни словом. Мама, это ужасно. Вы были такой любящей парой. А теперь даже не общаетесь. Ты должна взять себя в руки. Мама, попробуй собраться. Как я могу это сделать, если изнутри меня гложет тоска? Постарайся. Это лучший способ. Если пустить...